Мы начинаем нашу прямую линию. У нас в гостях Валерий Михайлович Кускашев, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Красноярскому краю, Андрей Сергеевич Иванов, заместитель министра транспорта Красноярского края и Андрей Вячеславович Журавлев, заместитель руководителя краевого управления дорог. Я бы хотела, пока у нас нет планков, начать со своих вопросов редакционных. И первое, что хотелось бы мне услышать, это статистика аварийности. Валерий Михайлович, Вы можете назвать основные цифры по аварийности? По сравнению с прошлым годом у нас увеличивается, уменьшается аварийность, гибель людей на дорогах, гибель пешеходов, детей. Вот такие несколько основных цифр, пожалуйста. Значит, я, наверное, сейчас не буду их перечислять очень скрупулезно. Можно это дать потом, переписать статистику всю. Но на сегодняшний день количество дорожно-транспортных происшествий в целом уменьшается. Количество раненых уменьшается, а количество погибших вырастает. И здесь эту цифру я, наверное, скажу. На сегодняшний день за три месяца у нас 114 граждан погибло. Это плюс 75% в сравнении с прошлым годом. Если рассматривать этот месяц, я всегда боюсь говорить, потому что только скажешь, уже становишься суеверным, начинает меняться ситуация. Ну, на сегодняшний день в крае 25 человек погибло. В прошлый год, в апреле месяце у нас погибло 39 граждан. А вообще, значит, я уже как-то говорил, что тенденция она такова, что наименьшее количество у нас погибших, и вообще наименьшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит в январе. Небольшое увеличение в феврале, потихоньку тенденция на увеличение идет в марте. Дальше идет постепенное увеличение. Июнь, июль, август обычно у нас приносят самый пик и дорожно-транспортных происшествий, и погибших. Ну, конечно, это связано с тем, что люди идут в отпуска. Извините, Натюшка, но очень. Алло, здравствуйте. Да, это прямая линия. Представьтесь, пожалуйста, и свой вопрос озвучьте. Слушаем вас. Уже можно говорить? Да, 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 вас слушают в гости. Здравствуйте, у меня зовут Светлана, у меня вопрос следующий. Очень много воров, и вот, в моей в том числе, которые просто заставлены машинами. Недавно я столкнулась с таким случаем, что я выходила с коляской и с подъезда просто не смогла выйти вообще, потому что настолько поздно стояли машины. Возможно, есть какой-то загон, и возможно, как-то решить эту проблему. Дело в том, что у нас еще и близко автобарковка, но по понятным причинам, так как она гладная, там машины никто не ставит. Вот что можно сделать? Ну, первое, что необходимо сделать, это собраться в вашем товариществом собственников жилья и организовать там, поставить нормальные бордюры и другие ограждения, чтобы эти автомобили не имели никакой технической вообще возможности, физической возможности заезжать на тротуары, заезжать на газоны. Второе, я вам скажу, что, естественно, не только сотрудники госавтоинспекции, могут принимать меры за данный вид нарушений, и есть действительно закон Красноярского края, в котором это также предусмотрено и регламентировано. Но и участковая полиция это тоже может принимать за это меры. А вам необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства, либо с заявлением на телефон доверия в один из органов главного управления, это будет межмуниципальное управление Красноярское, либо в какое-то из подразделений ГИБДД меры будут приняты. Ну, я вам сразу могу сказать, что дворов в городе очень много, и количество сотрудников ГИБДД на каждый двор не поставишь, и этот вопрос не решишь. К сожалению, сознательность наших граждан не на том уровне, и здесь надо говорить о массовых нарушениях, именно то, о чем вы сейчас сказали. Но по возможности постараемся выехать и принять меры к данным водителям. Понятно, спасибо. Я хотела еще такое уточняющее вопрос. Если, допустим, я выхожу и вижу, что не могу даже уйти с подъезда, получается, если я напишу заявление в отдел полиции ближайшей районы, то я буду указывать все номера машин, которые там стоят, или почему вы это можете сделать? Точно так. Более того, просто так ваше заявление мы примем к рассмотрению, но нам придется найти в первую очередь вас и взять с вас объяснение установленной формы. После этого мы попытаемся найти тех нарушителей, которых вы опишите, и принять к ним меры. Но вы должны понимать, что в этом случае вам придется прийти, в случае чего в суд, когда начнется обжалование, чтобы подтвердить свои показания, либо в какой-то другой орган, который будет рассматривать данный вид нарушений. Понятно. И по закону какое наказание для таких опросов? Ну, я сейчас вам цифры сказать, там, за нарушение правил парковки на газонах, там, одна ответственность за парковку на тротуарах, другое, там предусмотрен штраф, решение за это не предусмотрено. Понятно, хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо за вопрос. До свидания. Вот вся проблема в том, что действительно наши дворы сегодня не оборудованы. Невозможно на сегодняшний день перекрыть людьми. Их всего 108 человек по городу выходят на службу в сутки. Если их выставлять больше, наверное, уже эти вопросы тоже возникали, когда у нас случаются какие-то мероприятия, в основном с охраняемыми лицами. И заметно становится, что да, машины начинают ездить по городу более свободно. Но надо понимать, что в этом случае в 4 раза увеличивается количество личного состава на дорогах. А это 108 по городу, их всего 400 по краю выходят по нормам положенности. И на сегодняшний день, если человек выходит дополнительно, то есть еще трудовое законодательство, по которому ему надо либо это оплатить, либо предоставить далее в выходной день. То есть мы очень жестко тоже регламентированы в этих вопросах. Валерий Михайлович, секундочку, у нас еще вопрос. Да? Слушаем вас? Алло, здравствуйте. Сейчас, секундочку. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Меня зовут Илья. У меня там такой вопрос. У меня довольно-таки резкая болезнь. Называется, по-моему, под этим массивом. Это, проще говоря, аллергия на солнце. Вот. Примерно вот с сейчасшнего времени, до 2 декабря, сентября, нормально появляться на улице не получается. Вот. Ну и, соответственно, автомобили ездят теперь сфакционированные все по передним у нас, Илья. И есть ли какие-то варианты, возможности, чтобы можно было выполнять перенести закон? Никаких нет. Если Госдума принят, новый закон несет изменения, тогда да. Пока есть закон, значит, вы его должны исполнять. И в этой части мы вам ничем помочь не можем. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. До свидания. Я к вашей статистике, Валерий Михайлович, хотела добавить вот какой вопрос. Как часто признают виновниками, то есть причиной аварии, дорожные и коммунальные условия? То есть коммунальные службы, как часто виноваты в этом, так сказать, дорожники? Давайте здесь немного разграничим. Вообще, конечно, времени побольше надо. Я сейчас не успею, могу не успеть рассказать. С некоторых пор произошли некоторые изменения в административном кодексе у нас. И на сегодняшний день сотрудники госавтоинспекции не рассматривают причинно-следственные связи, которые наступили в ДТП. И из-за чего это ДТП произошло, и почему? Сотрудники ГАИ просто выявляют нарушения, допущенные кем-то из участников дорожного движения, и принимают по ним меры. Причинно-следственные связи устанавливает это исключительная компетенция суда. Поэтому граждане к нам многие обращаются, у них есть непонимание. Раньше действительно была в административном кодексе статья за ДТП, сейчас этого нет. Поэтому, да, если там было такое, мы можем зафиксировать эту яму и можем выдать предписание за неисполнение, дальше составить протокол в отношении владельца дорог или подрядной организации, вынести решение. Но устанавливать, что эта яма послужила дорожно-транспортным происшествием или какое-то другое препятствие, это исключительная компетенция суда. Хорошо, спасибо. Алло, здравствуйте. Да, секундочку. Представьтесь, пожалуйста, давайте свой вопрос. Меня зовут Анна Ивановна, город Красноярск. Вот, Валерий Михайлович, я такой непослушный водитель, меня беспокоит, знаете, какой момент? У меня в сумерках обычно, или ночью, едешь по городу, где неотвешенные места. И вот я стараюсь, если подачи от тротуара держаться, такое ощущение, что кто-то выскочит с этого тротуара. Вот как-то с этим можно бороться. Ну, то есть, просто, как бы, украсть протокол в свою жизнь, очень страшно, вот, и вообще, как бы, в целом, вот, мы не подскажем здесь, самое пиковое время аварийности у нас в какой городе? Ночь, раннее утро, там, или сумерки, допустим, вечер. Когда больше всего происшествий случается? Пиковое время – это утреннее, когда граждане у нас идут на работу, в школу, и наибольший поток транспорта, и вечернее время, когда, соответственно, возвращаются граждане. А если говорить о тяжести последствий, то здесь, конечно, в ночное время, когда транспорта становится меньше, и отдельные участники дорожного движения, пользуясь этим, превышают скорость, нарушают каким-то образом другие правила дорожного движения. Если говорить о первой части вашего вопроса, то за прошлый год и за предыдущие три года у нас было установлено, я сейчас не скажу цифру, порядка пяти тысяч километров ограждений вдоль тротуаров, которые исключают выход пешеходов. Конечно, в перспективе хотелось бы видеть, чтобы у нас все тротуары были оборудованы ограждениями, исключающими выход граждан на проезжую часть. Но что касается еще в этой части, скорость во многих городах, вообще во многих странах, скорость даже не 60, как у нас по законодательству разрешено в населенных пунктах, а 50 километров в час установлена. У нас зачастую просто скоростной режим не соблюдается, действительно такая проблема, наверное, есть. Поэтому я могу вам посоветовать только ездить более внимательно, с той скоростью, которая позволит вам контролировать свое транспортное средство. Ну а если такой факт случится, то здесь будут заниматься либо ГИБДД, либо следственное управление, и это еще не вопрос, что вы будете виновны в этом дорожно-транспортном происшествии. Ну, все равно не хочется. Как-то прям на себя, знаете, человеческую жизнь решать. Ну, ребят, спасибо, я поняла ваш ответ. И хотелось бы, знаете, поблагодарить все-таки вас и ваших сотрудников. Вот, не знаю, говорят там, ну, как бы, даже анекдоты расскажут про сотрудников и ВДП. Но мне тогда попадают в лучшие, хорошие, добрые человечные люди. Вот настолько было, что я ехала вообще в новичка праздник, в город не ехала никакая, у меня машина аж водила. Меня остановили, все равно неслить по-человечески, проехали, и еще и на путь, что искали везжать, и от сторонников не до дома. То есть, ну, очень хорошо, не приезжайте, ничего нет. Спасибо вам, спасибо, и вашим сотрудникам. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, до свидания. Я не зря спросила про дорожные условия. Так, у нас опять вопрос. Извините. Да? Можно будет после обсудить. Алло, здравствуйте. Никто, что вопросы? Сейчас, секундочку. Представьтесь, пожалуйста, задайте вопрос. Только погром чуть-чуть, а то связь плохая. Здравствуйте, я вам доброго, Светлана. Я хотела задать этот вопрос по поводителям пилотов и пилотов. Мне кажется, не просто отвратите к дружатке, а ездите на дороге. А есть такие цель, которые... Я так понимаю, что у вас есть вопрос, касающийся маршрутных транспортных средств. Нарушные правила, да, да, да. Это не то, что подделки. Вот эта категория водителей, она совершенно не имеет абсолютно свои правила, он указывает, что она... Значит, ну вообще, вот ваш вопрос также слышал сейчас заместитель министра транспорта Красноярского края. И он, наверное, тоже сейчас что-то дополнит к моему ответу. Естественно, мы с этим вопросом работаем, но на сегодняшний день закон 294-й очень жестко регламентирует наши взаимоотношения с данной категорией участников дорожного движения. Проводятся рейды, сотрудники ГИБДД работают, выявляют, выписывают штрафы. Я могу сказать, что, например, на одного предпринимателя выписан штраф в миллион рублей. Но далее ему никто не запрещает банкротить свое предприятие, открывать новое, переводя активы с этого автотранспортного предприятия туда. Поэтому здесь есть определенные проблемы, хотя мы, естественно, руки не опускаем. И я могу сказать, что в ближайшее время намечен и будет проведен рейд по водителям. И, наверное, этот еще вопрос возник в связи с тем, что было у нас дорожно-транспортное происшествие в воскресенье на Красрабе, да, где два маршрутных автобуса, один остановился на остановке, а другой врезался в него сзади. И... Ну, кроме того, есть еще такая организация, угадан, которые должны и обязаны в этой части проверять автопредприятия на условия лицензирования. Но я сразу скажу, что у них... Они тоже просто так не могут зайти и начать проверять предприятие. Потому что на сегодняшний день это регламентировано законом, все согласовывается с прокуратурой. Все, что касается вот этого предприятия, о котором сейчас идет речь, и об этом дорожно-транспортном происшествии, то в рамках расследования, проведения административного расследования будет проверено это предприятие, естественно, проведена экспертиза этого автобуса на предмет того, чтобы установить, насколько технические причины помешали остановиться данному водителю. Андрей Сергеевич. Есть у нас такое предложение, мы с ним выходили, но это не вопрос, который может решить ГИБДД. Мы более того, предлагаем вообще, что на сегодняшний день, например, некоторые компании-операторы сотовой связи, они предлагают не просто установить видеорегистраторы, а пустить их в онлайн-режиме, чтобы можно было любой гражданин зашел и посмотрел, и владелец маршрутки, и любой руководитель, как ездит его водитель, как ездит его автобус по городу. Ну, идея хорошая, но я так рад, что обращение под большим вопросом, да? Вот, я вот еще раз говорю, рядом со мной сидит Иванов Андрей Сергеевич, заместитель министра транспорта, он слышит ваш вопрос, и я тоже обращаюсь к нему сейчас, говорю, что это была бы неплохая идея, чтобы мы могли, в том числе и с помощью общественности, контролировать водителей маршрутных транспортных средств. Андрей Сергеевич, прокомментируйте. Это была хорошая, и она, конечно, требует дополнительной проработки нормативно-правильных актов, но у меня просьба тоже и к жителям нашего города, чтобы были более бдительны, и при выявлении каких-то таких нарушений, не молчали, а сообщали нам с конкретными маршрутами, номерами. А когда вообще? Министерство транспорта. И как вам потом доказать? Я говорю, что, допустим, есть, вижу, что он нарушает, а вот, ну, у меня, допустим, нет этого регистратора, я так докажу и, вот, ну, собственно говоря... Мы тут будем каждую конкретную площадь рассматривать пословно. Я вам подскажу, у вас есть сотовый телефон, который тоже может являться средством фиксации, и дальше рассматриваться как доказательство, в совокупности с другими доказательствами. Ну, я вообще считаю, что пока у нас общество этот вопрос не возьмет на особый контроль, и сами жители тоже к этому не подключатся, можно абсолютно любые законы принимать, но я не сторонник того, что карательные какие-то меры исключительно позволят справиться с ситуацией. В первую очередь, речь идет о культуре вождения, которую нам надо развивать и прививать нашим водителям. Ну, ладно, спасибо большое за ответ. Спасибо, до свидания. Вам спасибо за вопрос. Андрей Сергеевич, а вы прокомментируйте, пожалуйста, вообще, возможно, вот эта вот инициатива, ее можно реализовать, поставить видеорегистратор? Потому что, ну, вот, как мы тут обсудили, вроде бы всем она нравится, не знаю, как... Вообще, с 1 апреля вышел закон, который регламентирует, что каждый перевозчик должен застраховать ответственность перевозимых граждан, где одним из пунктов как раз предусматривается наличие какой-то видеофиксации, в частности, для того, чтобы доказать такие факты совершения. Поэтому данный вопрос сейчас находится в разработке и надеемся, что в дальнейшем все перевозчики, в том числе, оборудуют свои транспортные средства, вот, видеофиксации. То есть они в том числе сами будут заинтересованы? Да, будут заинтересованы сами для того, чтобы раскрывать, либо выявлять там факты, либо... На самом деле, я вот считаю, что все, что касается видеорегистратора, это уже насущная необходимость. Я лично поставил на свои деньги и на служебный автомобиль, и жене на автомобиль поставил видеорегистратор, чтобы можно было потом этот материал изучить и не думать, кто прав, кто виноват. И я думаю, что может дойти когда-нибудь время, что на законодательном уровне будет принято решение оборудовать все автомобили видеорегистраторами. У нас еще один вопрос. Алло, здравствуйте. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Только представьтесь сначала. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос задавайте, пожалуйста, Владимир. Вопрос такой. Вот у меня двое детей. У меня двое детей, мы ходим в детский сад и в школу. У нас в Академгороде много живающих ходить вместе с нами в школу. То есть к нам много детей водят из города. Ну, есть обычные академии, есть лифы. Они явно в сад, в смеке, в лову фотографии. Эти родители любят подъезжать в блатную, прямо в кальчике в садик, заезжать в садик. В школу пройти не в одну родителя. Своего ребенка ведешь, как правило, на него выхват. Такой густой от их машин. За напротивление пяти лет вот мы тут своими методами боремся. Нам удалось оставить территорию детского садика сам двор. То есть туда уже не заезжают. Ну, оказалось, что половина родителей порядочных, то есть все они на просьбу реагируют ставить машину подальше. Мы вообще пешком ходим. А остальные в грубой форме нас отправляют туда подальше и умыляют ставить остановок. Да, да, я вопрос слушаю. Вот считаете, что они будут дать себя сопричастны к данным проблемам, либо нам не... И считаете, что они будут дать себя сопричастны к данным проблемам, либо нам не разрешаться продолжать самостоятельно? Вы назвали бы адрес этого садика, чтобы можно было посмотреть, что там есть в части организации дорожного движения и нарушают ли эти водители правила дорожного или нет. Потому что из вашего ответа не совсем... Из вашего вопроса не совсем понятно. Есть там нарушения правил дорожного движения или их нет? Просто если они ставят, не нарушая правила, и вы ходите, дышите этим дымом, это еще не есть нарушение правил дорожного движения. Вы бы могли назвать адрес, чтобы посмотреть и изучить ситуацию вокруг этого центра. Садика. Свери 110-й... Свери 110-й детский сад, Академгородок, по-моему, 7-б, нижний, у нас там один садик. И 13-я гимназия, там два корпуса. Взрослый корпус и детский. Я как водитель усматриваю личное нарушение, то есть я в тех местах не ставлю автомобиля. Как правило, это дорожная или клумба. Там нет парковочных мест, в принципе. Парковки есть, но в районе все 50 метров, там нет только что. Однако, куда никто не ставит. Я общаюсь с директорами, с учителями, с педагогами, мне говорят, что нам это тоже мешает, но родители нас точно так же посылают, как и тебя. Мы обязательно изучим этот вопрос. Но я вам сразу говорю, что каждый день там ГИБДД не может стоять никак, потому что у нас, по-моему, 2100 чем-то школ по краю. Столько сотрудников ГИБДД даже нет, чтобы стоять возле каждой школы и детского сада. Но эту ситуацию мы изучим. Посмотрим, можно ли там принять какие-то меры, связанные с техническим обустройством этой территории, чтобы исключить этот момент. Рейдовое мероприятие проведем. Ну а дальше все-таки вам надо где-то тоже выступить, я думаю, на родительском собрании, подключить общественность в детском саду. Но есть еще и другой вариант. Вы это можете фиксировать. Если речь идет на сегодняшний день о клумбах, о пешеходных дорожках, средствами видеофиксации, присылайте эти материалы. Я вижу, что вы занимаете активную гражданскую позицию. Еще раз просто предупреждаю и говорю вам, что нам придется с вами встретиться в этом случае, если поступит заявление от вас, его изучить и взять от вас объяснение установленной формы. Спасибо за вопрос. До свидания. Вопрос у меня ко всем, наверное. Какие самые главные болевые точки на дорогах края с точки зрения специалистов каждого уровня, каждого ведомства с точки зрения Крудор, с точки зрения Министерства транспорта, с точки зрения ГИБДД? Давайте начнем сразу с вас, Андрей Вячеславович. Вы какие точки считаете самые... На самом деле комплекс проблем очень большой в крае. Тут выделить какие-то конкретные участки можно. Конечно, о них говорить. Есть направления, так скажем, более в хорошем состоянии, есть неудовлетворительные дороги. Но в целом, если так обозначать, наверное, такая основная проблема, первая, это, скажем так, проблема, связанная все-таки с безопасностью дорожного движения. То есть в рамках нашей целевой программы мы, конечно, пытаемся этому направлению уделять повышенное внимание. Но, тем не менее, на сегодняшний день, и это подтверждает в том числе наша, так скажем, совместная работа с ГИБДД, этих средств пока не хватает на обеспечение в полной мере тех требований, которые существуют на данном документации к условиям движения транспортных средств. Это касается и разметки, и состояния покрытия. То есть закрываем основные направления, но полностью, так скажем, обеспечить требуемые условия физически не нужно. Поэтому, естественно, получаем нормальная процедура предписания от органов ГИБДД. Где-то мы, может быть, не замечаем, они нас поправляют своевременно. Поэтому в таком тесном контакте пытаемся работать. Кроме того, существует проблема следующая, то есть по, так скажем, категорированию дорог. Если вдаваться в такие уже подробности, так скажем, разделения уровня зоны ответственности, то есть у нас федеральные дороги, есть краевые, есть дороги местного значения. Вот основная проблема, наверное, заключается именно вот в этой градации. Если на федеральных дорогах, так скажем, у нас, особенно в последнее время, идет тенденция к тому, что проводятся ремонтные работы массово, и вообще там финансирование довольно приличное, что им позволяет своевременно проводить работы. Регион здесь себя чувствует чуть похуже, но пытается, так скажем, чтобы дороги были в нормальном состоянии. С местными дорогами ситуация гораздо хуже. То есть это, я сейчас не беру город Красноярск, по-вниманию, что краевой центр здесь относительно нормально, а вот населенные пункты именно районного значения, ну, там просто все, мягко говоря, не очень хорошо. Вот характерный пример. В прошлом году край принял на себя обязательство содержать дополнительно там порядка 2,5 тысяч бывших местных дорог. То есть их приняли в соответствии с постановлением. Ну и их состояние при переходе из дорог к местному уровню, оно просто не соответствовало никаким требованиям. То есть мы, грубо говоря, пришли на дорогу и начинаем ими заниматься с нуля. Не было ни проектов организации дорожного движения. То есть по ним работ практически никаких не производилось. Поэтому, понимая вот эту проблему, что на местном уровне тоже решить это не получится в местных гостей, было принято соответствие решения. Сейчас начинаем заниматься такими дорогами. Спасибо. Мы вернулись к вопросу. У нас нет уже одного часа. Валерий Михайлович, а по Вашему мнению, какие точки самые болевые? Я полностью согласен, что нельзя выделить какую-то одну болевую точку, что это очень многоаспектная проблема. И в первую очередь, я уже говорил, еще раз выражу свою мысль, я слышал тоже мнение очень много экспертов, что на сегодняшний день, в первую очередь, конечно, надо работать с водителями, работать с населением и повышать культурный уровень нашего населения, искоренять правовой нигилизм, и в первую очередь, каждый должен себе его искоренять. Но, наверное, тяжело говорить уже о состоявшихся людях, но, по крайней мере, уже сейчас мы должны понять, что мы должны работать с молодежью, с детьми, с тем, чтобы хотя бы то поколение воспиталось в каких-то других традициях, совершенно соответствовало другому культурному уровню. Далее, естественно, это законодательство, что законодательство, его необходимо менять, менять с пониманием того, что мы делаем. У нас иногда принимаются законы, они, наверное, хорошие, все, но они не обеспечены дальше, ни людскими ресурсами, ни финансами. И чтобы их исполнить, это крайне тяжело сделать. Далее, уже говорили про дороги, но на сегодняшний день я приведу пример. В городе Красноярске 401 тысяча зарегистрировано транспортных средств, по краю 1 миллион 137 тысяч единиц зарегистрировано транспортных средств. При том, что, ну согласитесь, что наши дороги с 70-х годов, они не стали шире, и пропускная способность их не увеличилась никак. А если говорить, сравнивать, мы всегда сравним с 2004 годом, потому что целевая программа именно оттуда начали сравнения проводить, то у нас количество транспорта в крае увеличилось в два раза. Я не говорю сейчас как о таковых плохих или хороших дорогах, они просто пропускная способность их уже оставляет желать лучшего. Секундочку. Алло, здравствуйте. Да, 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 да. А, у вас меня вопрос, как руководительники ПТД. Можно говорить, да? Да, 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 только представьте. Здравствуйте, меня есть конди-воус. Вот такая ситуация, и когда у него такое произошло, там товарищ одинаково ехал, вот такой, и вот, паспортный, скотченный раздет, и вот такой, да, и душа, буквально, и он штраф 1000 рублей, у нас, соответственно, много, как бы, облетел, вот, типа, по старому я тоже тормозят, мне 5000 штрафов, как бы, да, и вот, где стоят длины? Это у первого момента, в том момент, вот, принцент, который меня отправлял с номером, он был, ну, говорит, что вот, это статья 13, часть 2, то есть, как бы, без установки на держите, там, вот, в принципе, но, если номер просматривается, как бы, сзади номер нормальный, так, что, ну, как вы считаете, стоит длина, конечно. Вы, когда сдавали правила дорожного движения, в том числе, изучали административные кодексы, ту ответственность, которая за этого предусмотрена, мы всегда начинаем дискутировать. Есть закон, который говорит, что это запрещено, а потом мы начинаем дискутировать, а правильно это или нет, хорошо это или нехорошо. Я не могу оперировать такими категориями. Я вам предлагаю рассмотреть этот вопрос в индивидуальном порядке. Завтра, в среду, у меня прием граждан, в 18.00 вы подходите. Я говорю, у меня в среду, завтра, в 18.00, прием граждан по личным вопросам. Вы придите, мы поднимем этот материал, его внимательно изучим, посмотрим, какие обстоятельства этому способствовали, разберемся и примем решение. Если оно вас не удовлетворит, вы можете подать в суд, его обжаловать. То есть, можно прийти за другая? Да, да. Спасибо большое. До свидания. И все-таки вернемся к болевым точкам. Если можно продолжить. Я как бы еще не все сказал. Вы, наверное, согласитесь, что на сегодняшний день наша система обучения, подготовки водителей, она уже устарела. Она не соответствует просто тем требованиям. Еще раз говорю, то количество транспорта, которое у нас есть, я не говорю, даже опять не берусь апеллировать к тому, что хорошо или плохо учат. Просто надо уже, настал тот час, когда менять надо саму систему обучения, чтобы учили не просто трогаться, останавливаться и какие-то элементарные вещи совершать. А примерно, как на сегодняшний день учат, у нас это называется, курсы экстремального вождения. По-моему, так. Но вот там реально дают человеку знание, что из себя представляет автомобиль, как он себя ведет в разные моменты и что необходимо предпринимать. А то, что у нас, просто человек выезжает, плюс у нас регион, надо тоже понимать, что с очень трудными климатическими условиями. И вот дорожники сейчас меня поддерживают, наверное, прошлый год у нас, ноябрь месяц, там, мы статистику, я сейчас уже могу ошибся, порядка 30 раз температура переходила через ноль. Это значит, что просто Хочем мы этого, не хочем, но все равно дорога будет покрываться микропленкой льда. Дальше существуют такие моменты, когда у нас, по-моему, 3 января был пик вообще дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Порядка там, по-моему, сейчас не вспомню, 9 или 10 человек у нас погибло в этот день. Это когда с 30 градусов температура стала порядка 15. Опять же, дорожники сейчас подскажут, что сыпать солевым раствором до меньше, если температура выше 12 градусов, смысла нет, она не действует. Песок сыпят в песчаную смесь, он просто скатывается, как со стекла. И в этом вопросе водители должны понимать, что на сегодняшний день, в первую очередь, они сами должны об этом заботиться. И еще один момент, который я хотел бы сказать, наверное, пора уже на законодательном уровне принять, пока мы только обсуждаем, чтобы все-таки автомобили на зиму у нас оснащались шинами шипованными. Алло, здравствуйте. Секундочку. Вот сейчас с вами будет говорить Валерий Михайлович. Задавайте вопрос. Да-да, добрый день. Валерий Михайлович, где-то мой город здесь, в Красноярске, в Красноярске, Александр. Я право на вас, в вашем городе, в вашем городе, да? Слушаем? Да-да-да. Слушаем, слушаем вас. Да, ну, вы знаете, я проработал 63-го года шофером, ни одной аварии не сделал. И в такой момент у меня все категории открыты, даже мотоцикал. Вот, я вот слушаю, у меня сердце кровью обливается, сколько у нас позитивных людей, сколько коллег, сколько... Это страшно. Сколько года. Я вот, я бы начал всего с медицинной. С медицинной. Их судить надо. Они дают справки буракам, нарканамам, инфаркциям, все дают за дырки. Их судить надо. Раз. Во-вторых, нужно ввести дырочки, две дырочки, третью, на пересташу с медицинской справкой и с учебой. Потому что он правила не знает, раз он нарушает правила в улице движения. Его надо перемукивать. Третья, пьяница, пьяница. Поймал его, лишил его пожизни, набрал и в паспорте поставил штамп. И машину отобрал. Все, будет нормально. Вот. И еще. Ага. И инспекции нельзя делать погоню. Жертв делают много. А не остановился инспекции. Такая техника. У нас все, компьютеры, все. По жизни на его лишил права, и все, паспорте штамп поставил. А полегал дистанк, лет на 10, милицию, зрачатки, надо вообще без суда следствие судить. Вот, в порядке, никто нас не задает. Слышите, мое предложение? Да, да, я, конечно, слышу. Это, правда, не в моей компетенции, но на сегодняшний день данные законопроекты вообще то, о чем... То, о чем вы говорили, на сегодняшний день данные законопроекты находятся на рассмотрении в Госдуме. И я так же, как и вы, надеюсь, что они будут приняты, эти изменения, и повлияют должным образом на ситуацию с безопасностью дорожного движения. Так вот, надо, надо это делать, надо пожизненно их лишать, пьяни, и никто бить не будет, и машины отбирать, и штамп поставить, а попасть, за штампом, что ли, что, вагарево на 10. В чем все порядок? Спасибо большое за мнение, за ваше, за предложение. Да, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос, до свидания. Дадим слово все-таки Андрею Сергеевичу по поводу болевых точек на дорогах нашего края. Действительно, также считаю, что и правы мои коллеги, с ними мнение, конечно, подъявляю, что все проблемы ими были, которые были обозначены, действительно актуальны, и тяжело рассматривать в целом дорожный комплекс вот какими-то локальными участками, это должно все быть в совокупности рассмотрено. Естественно, там одно из самых больших проблем все-таки это сеть наших дорог, протяженность которая огромная, велика. 50 тысяч километров практически. Да, на сегодняшний день порядка всех значений дороги 50 тысяч составляет. И финансирование, конечно, отставляет не очень. Андрей Сергеевич, я понимаю, финансирование, мы тут все в общем люди так или иначе следящие за цифрами финансирования дорог, но вместе с тем все водители и сами мы видим, что дороги у нас ремонтируются, хоть краевые, хоть городские, и каждую весну мы видим одну и ту же проблему. То есть, в прошлом году отремонтирована дорога, или пять лет назад, они все одинаково разрушаются. То есть, с точки зрения качества ремонта дорог, у нас вообще будет что-то меняться? Мы все платим налоги, налоги немалые, мы хотим ездить по хорошим дорогам. Более того, деньги реально идут большие. Каждый год мы говорим, что рекордные суммы, рекордные, а потом рекордные, рекордное антикачество дорог. Действительно, проблема такая существует, и большое внимание сейчас относим к качеству выполняемых работ, которые контролируют, собираемся на разных этапах, начиная от закупки строительных материалов до уже реализации там при укладке асфальта вне плановой проверки. То есть, было предложение, оно рассмотрено и будет действовать в рамках города Красноярска заключение договоров с лукой за выполненные работы на следующий год, что также в свою очередь будет гарантировать, что у нас подрядчик работы должен выполнить качество, он четко будет знать, что за некачественную выполненную работу денег он не получит. Андрей Сергеевич, а вот эта поэтапная оплата, сделанная работа, она вообще не разорит наших дорожных строителей? Ну, будем надеяться, что нет и выйдут у нас на рынок серьезные подрядчики, которые данные проблемы легко преодолеют. Андрей Вячеславович, вы как относитесь вот к таким? И как вы оцениваете качество дороги? Почему она у нас? Я пытаюсь прокомментировать. Ну, понимаете, тут можно долго рассуждать вот такими большими общими фразами бросаются. Каждый год видим, как бы все очень плохо, но я тоже езжу по дорогам, тоже знаю, что плохо. его вам нравится. Нет, мне не все нравится. Проблема не в том, что, так скажем, на каких-то отдельных объектах не соблюдается технические условия. Да, это тоже есть, но в целом такое мнение создается не по каким-то конкретным объектам, что вот в прошлом году ремонтировали и тут плохо, а потому что на самом деле валится вся сеть. Ездя по всем дорогам, то есть люди видят, естественно, и у них создается общее впечатление. И в голове вспоминается какой-то конкретный объект еще один-два, по которым плохо сработал. И поэтому смотрите, какие большие деньги выделяются и как вы их расходуете. Деньги выделяются, наверное, большие в понимании каждого конкретного человека, но если посмотреть те нормативные документы, которые устанавливают определенные нормы финансирования, то тех денег, которые вы платите, я плачу, все платят, их на самом деле не хватает, чтобы соблюсти те ремонтные сроки по ремонту дорог, либо нормативы по содержанию, чтобы сеть была в нормальном состоянии. Поэтому на сегодняшний день приходится констатировать, что на большей части сети мы минимальными средствами пытаемся удержать эту сеть в нормальном состоянии. плачу. Наверное, люди, которые смотрят со стороны, они воспринимают это как ремонт дороги, но это далеко не ремонт, это мероприятие в рамках содержания. Поэтому это, наверное, естественно, что на следующий год или через два года, в лучшем случае, мы опять в весну видим тот же результат. Да, это такая работа, она текущая, ее хватает ровно на ду. Но средств, которые, как уже сказали, все платят на такой нормальный капитальный ремонт, я сейчас могу назвать, конечно, объекты конкретные, где были проведены хорошие капитальные работы ремонтные, которые стоят и, так скажем, к их состоянию пользователей никаких претензий нет, на самом деле. Но это единицы. И в общей массе всей сети дорог, которые выучили в цифру обозначили 50 тысяч, на самом деле такие хорошие объекты, они слегка тонут. И люди у нас, они привыкли акцентироваться на негативе почему-то. Вот, как-то так уж сложилось, то есть, кто-то едет, видит какую-то вещь, увидел, заснял, и потом опять. А вот хорошего, когда я, честно говоря, за последние, не знаю, такое определенное внимание, очень редкие эти репортажи, чтобы настраивать человека на позитивный лад. Я бы вот еще коллегам бы, буквально вчера или сегодня президент у нас выступал и тоже говорил о том, что мы не добьем все развитие нашей экономики без развития транспортной инфраструктуры. И в этой части здесь уже, наверное, тоже пришло время нам не решать вопросы эти традиционными методами установки пешеходного перехода обыкновенного в одном уровне с проезжей части светофорного объекта, который в городе Красноярске и в других населенных пунктах он естественным образом замедляет поток движущихся транспортных средств. любой гражданин может допустить какую-то ошибку он не машина он человек а мы должны сделать все чтобы технические средства не позволяли ему допустить эту ошибку. Для этого вот женщина задавала вопрос ограждение вдоль тротуаров для этого пешеходные переходы в разных уровнях либо подземные либо надземные для этого понятно, что тяжесть последствий даже если будут ДТП она будет гораздо меньше если у нас будет М54 в сторону Абакана там летом сейчас поток пойдет огромный просто отдыхать на озера в Хакасию или М53 вся была выполнена 4 полосы посередине разделитель и исключал бы левый поворот это строительство новых развязок мы в городе Красноярске сейчас задыхаемся действительно но этот вопрос не решить с помощью инспекторов этот путь он уже никуда больше количества сотрудников не будет мы должны развивать уличную дорожную сеть в городе и вообще по краю чтобы исключить эти моменты ну и плюс так как у нас не увеличится больше количества инспекторов понятно что должен быть сдерживающий фактор это развивать дальше автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения вопрос алло здравствуйте мы вас слушаем минуточку представьтесь пожалуйста задавайте свой вопрос вы несколько вопросов даже наверное задали разных наверное это не одна точка такая у нас в городе Красноярске как Матросова я вам могу их назвать гораздо больше но что касается Матросовой Симофорной вот что касается Матросовой Симофорной вот здесь коллеги сидят я знаю что есть проект по улице Симофорной там практически трехуровневая развязка предполагалась есть проект по улице Свердловская Матросова который бы снял это напряжение но я так понимаю что вы считаете что там должен стать экипаж на всех перекрестках и принимать меры к нарушителям правил дорожного движения вот я вам сейчас я вам приведу один пример а дальше мы с вами сможем понять почему это не всегда целесообразно есть у нас например такой будет наверное более показательный пример перекресток партизана железняка аэровокзальная да можно туда поставить экипаж и этот экипаж начнет на улице аэровокзальная останавливать нарушителей правил дорожного движения поверьте мне тогда пробка будет начинаться где-нибудь от ЖД вокзала потому что чтобы их оформить это надо ну по минимум 20 минут на это затратить кроме того там останавливать их негде там просто нет кармана даже нормального для остановки общественного транспорта примерно здесь точно так же хотя я с вами согласен и еще раз говорю что это в некоторых местах носит уже массовый характер в этом месте я вас услышал но еще раз говорю он может там постоять несколько дней на каждый день он не может там стоять у нас есть еще одна проблема в стране во многих странах она решена там дорожно-транспортные происшествия где нет погибших или раненых не оформляют сотрудники госавтоинспекции отдано это на откуп страховым компаниям у нас же каждое дорожно-транспортное происшествие любое оно оформляется сотрудниками естественно это очень сильно отвлекает сотрудников и сейчас могут задать вопросы позвонить люди и сказать почему я 2-3 часа стоял и ждал когда приедет экипаж для оформления поэтому этих проблем очень много и порой непонятно куда быстрее либо убрать это дорожное оформить чтобы поток пошел быстрее либо стоять на этом перекрестке запрещать поворот нерадивым водителям я вас услышал сам проживаю в северном езжу каждый день по 9 мая туда и обратно там такая проблема тоже как минимум на 2-х перекрестках значит сейчас люди позвонят и скажут что такая же проблема на улице Копылова такая же проблема у нас я уже сказал партизана-жезняка аэровокзальная такая же на июне такая же на Краснодарской я могу много вам примеров тоже привести к этому кстати мы тоже говорили и на сегодняшний день вот например по аэровокзальной мы предлагали ввести там канализированный шлюз чтобы никто не мог поворачивать со 2-го и 3-го ряда а поворот осуществлялся только с левого ряда но это все требует финансовых затрат я вот ваш вопрос тоже сейчас адресую в этой части к тому что надо техническими способами решать эти вопросы чтобы не стояли там сотрудники ГИБДД и не штрафовали водителей а водители не имели просто возможности совершать и допускать это правонарушение спасибо за вопрос до свидания вот все таки с точки зрения технических свит Валерий Михайлович сказал что отметил что дорожные переходы нужны либо подземные надземные чтобы у нас все таки пробки не собирались там где это хоть как-то можно разведить обстановку у нас есть вопрос например по северному шоссе то есть люди переходят ежедневно там я не помню школа по-моему музыкальная ежедневно детьми переходят дорогу здесь просто нет подробностей говорят о том что не пропускают водителей нерегулируемый пешеходный переход понятно как только мы его сделаем регулируем там будет собираться пробка то есть это просто у меня вопрос к Андрею Сергеевичу у нас планируются вот такие переходы подземные надземные где планируются действительно ли они облегчают обстановку вот например есть у нас в Емельяновском районе у нас поставили пешеходный переход хороший изменила ли эту обстановку с точки зрения пешеходов я понимаю с точки зрения водителей там несколько другая обстановка потому что стали очень быстро ездить действительно такая проблема есть и работа тоже не планомерно ведется вот на федерации в том году было введено два пешеходных перехода на этот год еще планируется три тоже в районе Емельяново Доногорска и в районе площадки отдыха царь где у нас смотровой площадки в дальнейшем планируется еще три проектно-смертные документации разработать и в дальнейшем реализовать что касается по городу Красноярску сегодня ведется строительство пешеходного перехода на улицу Партизана Железняка ранее были реализованы там тоже ряд проектов сегодня вообще 10 пешеходных переходов в городе действуют в дальнейшем планируется что к 15 году еще начнется строительство пешеходного перехода в районе Краснеть ну также есть ряд подземных переходов поэтому работа ведется есть статистика вот например я говорю по тому же Емельяновскому району как этот пешеходный переход сработал на с точки зрения безопасности пешеходов именно и запланирован в связи с тем что там дорожно-транспортные происшествия происходили постоянно и он не только открылся пешеходный переход в Емельяново еще если вы вспомните у нас по М54 спускаешься с так называемого тещиного языка там тоже в этом году новый пешеходный переход открылся естественно что это очень хорошо для людей хотя я не исключаю у нас такие случаи были мы все жители города Красноярска сами видим вот наверное показательный пример это пешеходный переход на улице Металлургов стоит там стоят бетонные ограждения все равно находится зачастую бабушка которая пытается форсировать эти бетонные ограждения при том что там шестиполосная дорога и 90% что она должна попасть под колеса автомобиля потому что там очень плотный поток идет к сожалению наши жители и пешеходы в том числе нарушают правила дорожного движения но что касается вообще задача чтобы пешеходов было видно как минимум на дороге вот женщина когда говорила она говорит я боюсь что он выскочит его не видно я с ней согласен некоторые страны такие как Белоруссия пошли по пути такому что обязали всех производителей одежды делать вставки светоотражающие это тоже вариант его тоже надо рассматривать в обязательном порядке а речь еще здесь идет о том что понимаете строительство пешеходных переходов такой как у нас на Метакадемии его цена около 250 миллионов я могу ошибиться но вот примерно такая мы примем звоночки просто время качается а вы здравствуйте да минуточку представьтесь и задавайте свой вопрос я я выходя можно задавать да добрый д добрый холен праздник в этом году в некоторых регионах вонючили сообщают о выражении из-за камеры или инвестиции или просто там из-за там где-то с помощью информации вот у нас точно нет такой ссылки и не хочется сказать почему вот вы знаете какая же почта от своя письма вот то есть тут подготовка что такой важный кейс после того что письма не получил собираются ли у нас среди у нас вводить такой услуг ну как бы такой возможность оповещения предполагается ли это вообще у нас и мне очень можно узнать какие-либо должность под штрафом но я понимаю что у нас как опасается но не все есть такая возможность вот как это еще может обещаться вот такой вопрос скажите в каком регионе существует такая практика мы свяжемся с коллегами из петербурга этот опыт обязательно изучим но все что действует в европе не всегда у нас действует здесь речь идет еще и о ваших персональных данных которые мы нас могут обвинить сразу ряд правозащитников граждан о том что мы начинаем их разглашать проблем действительно никаких нет вы можете зайти на сайт там в общем-то все понятно если нет приходите мы вам объясним как и посмотреть сами свои штрафы хорошо еще такой вопрос но бывает так в правильном случае в учебных наобратных семьянах когда человек не платил штраф сразу же ахимисты сопрямиться пришли судебные приставы потому что таких ценных у них таково наведняется такими таскетами но от моего родственника он ничего не за счет в середине тесто потому что извините я вас понял давайте я вам объясню ранее ранее у нас существовала практика изымали водительское удостоверение и гражданин должен был прийти в какое-то подразделение ГИБДД чтобы его забрать соответственно приносил квитанцию потом у нас законодательство изменилось в той части что сотрудники ГИБДД стали за очень малое количество нарушений изымать водительские удостоверения а квитанцию можно было вовсе не приносить вы их платили через платежки какие-то другие там банки которые не все банки хотели эту информацию дальше передавать не все банки дальше не все эти учреждения хотели эту информацию передавать нам поэтому мы соответственно ее видеть не могли но на сегодняшний день с этого года принят закон и обязали всех кто принимает у вас платежи эту информацию передавать поэтому вы очевидно рассказываете этот случай который происходил в прошлом году позапрошлом совершенно верно значит если сейчас такой случай происходит в каждом случае надо разбираться персонально но я думаю что сейчас таких случаев они будут сокращаться либо их не будет вообще потому что эта информация она будет попадать к нам и мы будем видеть о том что вы оплатили свой штраф а раньше действительно еще раз говорю не со всеми банками учреждениями подобные договоры существовали и МВД не могло их заставить и обязать заниматься этим вы меня не услышали я сказал что уже сейчас эта проблема решена сейчас каждого обязали вы заплатили штраф там написано ваша фамилия имя отчества и за что вы заплатили спасибо до свидания спасибо за вопрос до свидания действительно эта проблема существовала и мы лишнюю работу делали и судебные приставы дальше лишнюю работу делали но на сегодняшний день принят закон который здесь расставил все на свои места я хочу у нас время кончается я хочу такой в качестве может быть экспресс опроса если получится это к Андрею Сергеевичу и Андрею Вячеславовичу вопросы какие дороги вот ключевые у нас в крае будут ремонтированы это наверное Андрей Сергеевич должен ответить а Андрей Вячеславович просто говорил о том что были взяты муниципальные дороги на баланс на краевой и вот какие взяты то есть просто порадовать людей на местах я не смогу порадовать это 2,5 тысячи я разрешите я просто одну цифру проведу хотя я не как бы не это самое я знаю что в этом году сейчас коллеги это тоже могут сказать будет потрачено на ремонт дорог 4 миллиарда по-моему 200 тысяч примерно там такая сумма озвучена это практически в 3 раза больше чем всегда это было ответственно мне бы хотелось чтобы наши читатели узнали ключевые точки какие будут у нас и на крупных дорогах и в общем межпоселенческие там муниципальные дороги хоть несколько существует два сайта первый это краевое управление автомобильных дорог второй это департамент городского хозяйства тоже есть сайты где выложены все объекты которые планируются ремонт на этот год перечень там достаточно большой поэтому именно по имену там я не знаю смысла нет сейчас не звучит ну да поэтому информация абсолютно доступная там сроки выполнения стоимость выполнения работы 84 объекта практически во всех районах основе структуры да сегодня хотя бы в любом районе хотя бы один объект то есть каждый район может надеяться на спасибо большое коллеги может быть у кого-то есть вопросы можно уточнить вот сейчас теплым сезоном мотоциклисты они с этим жилом проносятся по нашим улицам и мне трудно определить их скоростной режим но решают они превышают как вы их останавливаете если здесь за безопас можно что только перестраиваются из-за этого дни здесь есть несколько точек зрения вот одну вы сейчас выслушали от гражданина очень эмоционально который выступал он там в части сказал что не надо преследованием заниматься но статистика я даже не припомню случая чтобы в результате преследования кто-то погиб хотя такие случаи они могут быть и никто не запрещает сотрудникам госавтоинспекции при наличии законных оснований это делать мотоциклисты действительно они на сегодняшний день уже появились начали ездить нарушая правила дорожного движения что касается шума здесь вопрос посложнее можно теоретически замерить но его надо доставить прибором замерить потому что на улице фактически это очень тяжело сделать так как шумы будут перемешиваться другие что касается скорости естественно мы с ними будем работать в ближайшее время это пока даже у нас сезон не открыт и он по-моему планируется то ли на этих выходных то ли на следующем пришло нам письмо информационное от министерства спорта сейчас не скажу городского там или на краевом уровне о том что на острый отдых будет открываться байкерский сезон естественно мы будем привлекать и эта форма уже была прошлый год когда наши мотоциклисты работая парами совместно с клубными мотоциклистами занимались этими вопросами есть такой анекдот даже может быть он не совсем как бы позитивный есть среди мотоциклистов есть чоперы там пайкеры есть на спортивных мотоциклах ездят вот они сами в своей среде рассказывают о том что на спортивном мотоцикле подъезжает мотоциклист и говорит ребят что вы с байкером чопером что вы с нами не знакомитесь давайте вместе там дружить ездить на что они ему отвечают так что с вами знакомиться вы каждый раз новые поэтому на сегодняшний день вот мы прошлый год эту работу проводили есть осуждение со стороны мотоциклетного сообщества но есть к сожалению горе мотоциклисты которые не соблюдают никаких правил дорожного движения и он к сожалению не понимает что своими действиями он не только себя подвергает опасности но и многих вокруг и вот еще одна немаловажная проблема которую гражданин 63 года водитель озвучил он говорит о том что надо колоть дырки как это раньше было при советском союзе эта тема сейчас обсуждается но ее надо рассматривать уже как рецидив нарушение правил дорожного движения у нас уже появились категория водителей которые набирают очень много нарушений правил дорожного движения в течение года и стоит говорить о том что он в принципе не соблюдает эти правила дорожного движения никак и это уже угроза нам всем буквально каждому у нас также дети ходят жены родственники если человек не хочет вообще соблюдать правила дорожного движения к нему должны государством применяться какие-то совершенно другие меры уже Валерий Михайлович у меня буквально я думаю короткий вопрос буквально с полгода назад к нам обращались сотрудники вашей пресс-службы с просьбой о том чтобы мы написали либо материал либо буквально разместили обращение к автолюбителям чтобы они в первую очередь при виде аварии звонили все-таки в ГИБДД а не снимали на телефоны или и не звонили на радио там или на телевидение или в газеты вот эта проблема еще сохранилась просто был случай конкретная была авария и звонки пошли сначала на радио потом уже ГИБДД узнала от радищиков эта проблема сохранилась или это была проблема частного такого конкретного случая ну эта проблема она не только Красноярского края она конечно сохранилась Буквально вчера или позавчера на центральном телевидении был большой репортаж, где это все показывали. И не только это касается дорожно-транспортных происшествий, это в целом касается всех катастроф, что у нас люди порой вместо того, чтобы помочь, оказать помощь, сообщить куда-то, вызвать, они начинают это все снимать, еще показывают, снимают себя. Показывали там гражданина, который сам говорит, я и сам не понимаю, что я себя снимал-то, зачем. Но, тем не менее, в такой ситуации люди начинают действовать не совсем так, как хотелось бы. Конечно, в первую очередь надо сообщать. Кроме того, я скажу, что у нас одна из проблем, тяжести последствий и дальше, чтобы спасти жизнь, надо, чтобы своевременно скорая помощь приехала и была оказана квалифицированная медицинская помощь. Наш край, он был одним, наверное, из первых, и наш опыт перенимается, где у нас разместили трассовые пункты оказания медицинской скорой помощи. Протяженность дорог очень большая, если выйдет скорая из Красноярска или из какого-то другого такого населенного пункта, то очень будет долго. Поэтому вот у нас есть пять трассовых пунктов на территории края, которые тоже оказывают, этот опыт прижился очень хорошо, и оказывают определенное воздействие на это на все. Спасибо. Спасибо большое. Прямая линия закончена. Спасибо. 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 Спасибо.